Значит, поговорим сейчас, вернемся, о праве описывать персонажа. Каким образом любой из нас может стать персонажем художественного произведения? Или не может? Я просто хочу полностью уйти от понятия формы, чтобы оно нам не мешалось под ногами. Значит, каждый из нас обладает громадным, сложным внутренним миром, его проявлениями. Обладает громадными, громадными различиями, тонкостями. Даже нельзя говорить о том, что он является, любой нормальный человек, является хоть сколько-то описуемым. Он действительно оказывается неописуем. Даже была? Да, даже была. Как? Я описываю? Да. Более того, это значит, я все никак не забываю, кто кому говорит, а Глая, идиоту. Меня говорит не громадный. Или Лиза, значит, Алеша Карамазова, что у вас все правда, а значит это несправедливо. Даже более того, мы не можем судить о другом человеке, вообще ничего не можем сказать. То есть мы можем сказать о нем правду. Был бы Вовик, я бы сказал, что он лысый. Вовика сегодня нет, поэтому о нем так можно говорить. А если бы в глаза ему сказал, то это было бы правда с одной стороны, но с другой стороны было бы несправедливо. Почему он считает это нормально? Он тогда, понятно. Потому что ты сейчас так высказываешь, что это ненормально быть лысым. Поэтому описание, характеристика любого человека, она как бы оказывается в каком-то смысле несправедлива. Всегда с этой точки зрения Наговицын совершенно правильно говорит и рассуждает о том, что в классической литературе, когда хотят взять кого-то и описать. Ну как один персонаж Чехова говорит о Толстом, что все писатели писали из головы, а он прямо из жизни. Взяли его прямо из жизни, взяли и описали. И это будет несправедливо. Потому что ты сводишь человека к некой картине, а человек ему сопротивляются. Про любого человека, я всегда над этим смеюсь, можно так расставить акценты и его писать. Это будет его портрет. Но это будет несправедливо, это будет как сатира. По большому счету... Николай, а что такое правда? И по большому счету вся литература, она не работает с правдой, она работает с художественностью. Классическая. Она и получается таким образом. Она берет какого-то человека и пытается его описать. И она обрубает у него всевозможные описания. Он не такой, не такой, не такой. Впереди иногда прекрасное создание. Ну, там какая-нибудь карма. Как говорила Форцева, героиня испанского народа. Вот. Проспорим Риме. Но никакая она не героиня, а просто цыганка. Это красиво. Или у нас дом кошки, играющий в мяч в бальзаке. Описан дом. Обрублено, оставлено. Мы говорим, о, правда, как жизнь. Но когда мы описываем не дом кошки, а другого человека, всегда позиция оказывается тем самым, позиция суда над ним. Потому что мы его судим. Мы его сводим к таким-то, таким-то предикатам. И всегда ли дело настоящего художника столь плачевное? Всегда ли оно безнадежно? Всегда ли художник-морализатор? Тот человек, который навязывает определенный взгляд и точку зрения на свой персонаж? Или бывают такие исключения? И вот получается, что для русской литературы такие исключения бывают. А откуда они возникают и эти исключения описываются? Бывает, что сам человек ведет себя как персонаж. И мы это наблюдаем всякий раз. Ну вот, в любом случае, известный персонаж Чехова решает, что она самая красивая женщина на побережье. И она действительно оказывается самая красивая женщина на побережье, значит, она должна иметь любовников. А значит, если любовников она должна иметь, значит, она этих любовников забудет. Это все, что у них было там на побережье, это два какие-то совершенно образа неприличных мерзавца. А что там творится-то? Не знаю, что там не открывается. О, все, закрылось. Значит, вот таков расклад. Мы видим, что в определенных ситуациях персонаж начинает вести... То есть человек начинает вести себя как персонаж по каким-то причинам. Вот он сам себя превращает. Ну вот известные чеховские персонажи говорят, что вот, мы тут дачу заведем, будем на ней крыжовник сажать. И тем самым он сводит себя практически к одному знаку. Мы будем сажать крыжовник. То есть он приготовляет из себя персонажа, он сводит все свое многообразие к такому рассказу. Я хочу обратить внимание, что любая рефлексия, она невозможна тем способом, что мы удерживаем некое большое существо. Когда мы себя рефлексируем, мы всегда сводим себя к знакомому, к чему-то простому. К тому, что я крыжовник буду сажать. Ах, какой у меня на даче будет крыжовник. Что-либо еще. Вот такой своеобразный рассказ. То есть, если оказывается, что в жизни многие из нас ведут таким образом, что становятся персонажем, начинают подражать себе как персонажем, то тогда в этот момент они оказываются и описываются. Это позиция, которая открыла, по большому счету, русская литература. Она открыла русскую литературу, открыла, значит, эту позицию, что иногда человек, что называется, в жизни начинает вести себя как персонаж. И станет совершенно спокойно, описуем, вот этим новым писателем. То есть, эту позицию надо понять, удержать вот эту позицию, тогда, когда он начинает вести себя как персонаж. Когда это бывает? Это бывает в ситуации обычного повседневного рассказа. Никому из нас не удается удержаться в простой ситуации, чтобы ее не заиграть. Покупаешь автомобиль, Мерседес, всегда, через некоторое время ты окажешься в ситуации рефлексии. Начинаешь выходить не просто из какого-то автомобиля, а как из Мерседеса. Как говорят американцы, у нас на автомобилях не ездят, а подъезжают. Ты оказываешься в рассказе о самом себе. Вот блестящий молодой человек, или не блестящий молодой человек, который выходит из Мерседеса. Вот человек, который много трудился, теперь он на солнышке сидит и сажает крыжовника и так далее. Вот провинциальный врач, он не просто врач, он завел тросточку и ходит в Пенсне. Он подражает самому себе, он свел себя к некому многообразию. Все остальное, не к многообразию, к какой-то определенной роду простоте. Все остальное, многообразие, оно выносится за скобки. Поэтому, если мы увлечены классической литеросторой простой сюжетной линии, то здесь мы прямо наоборот, мы увлечены тем самым способом, как вот этот персонаж делает себя персонажем. Именно это принадлежит изображаемости великой русской литературы. Поэтому, когда мы смеялись о том, что в кулуар «Жене и другу» Маговицын это говорил, в чем здесь было? Был блестящий человек, ученый какой-то, филолог наверняка, из тех, которые, как провинциальный врач, завод себе песня и тросточку, точно так же он стал памятником самому себе. И жена у такого человека не в том, что женщина не может быть другом, а в том смысле, что когда пишут «Жене и другом», это характеризует ситуацию вот этого самого кражевника. Она характеризует ту самую ситуацию девчушки из дуэли, которая самая блестящая женщина на побережье. И так далее, и так далее. Чего-чего? Да? Непонятно. Вот этот пример вообще непонятно. Нет, чего непонятно? Это некая повествовательность. Что жене и другу? Вот эта вот история. Как она иллюстрирует вот эту ситуацию? Тем, что ты начинаешь писать рассказ самому себе, блестящему ученым, рядом с которым преданная жена. Понимаешь? То есть вот в этом смысле. Она реально преданная. Но ты эту ситуацию пишешь жене и другу, как и жевник, будет реально ты жевник. А то есть, который полностью отдан собственному профессии, рядом с ним есть жена, которая его помогает, и которого любит, и он ее любит, она вместе разбирает его руку, и что-то им в конце концов поставили памятник жене и другу. То есть это повествование, подражание самого себе. Вот он живет в этой самой ситуации. Понятно? А это же как получается? Это же получается, что не он себя реплетирует, а кто-то со стороны на него смотрит и так говорит. Это на самом деле получается, что его нивелируют, все как ты говоришь, все в надобразии его личности, там внутреннего содержания, они нивелируют к персонажам. Это совсем другая ситуация. Когда ты себя делаешь персонажем и являешься персонажем, это одно. А когда со стороны кто-то оценивает тебя как персонаж, это другое. В этом оценке другого человека как персонажа не присутствует циничность. А когда ты себя оценишь персонажем, ну и понятно, что персонажа не ровнится. Проблема состоит в русской литературе, что ты его не смотрю не как персонажа, а ты оцениваешь его выбор быть персонажем. Вот что он делает. А вот... Это морализатор? Это что? Не морализатор. Это морализатор? Что за памятник был? Ну, как он? Не другу памятник. Ну, я думаю, да. Там жена стоит, и его... Ну, я не знаю, что это было. Просто речь идет о некой повествовательности, что ты не можешь быть просто профессором, ты не можешь быть просто филологом. Ты будешь вести себя как профессор, и будешь вести себя как филолог. И рядом с тобой не будет просто жена. Будет жена и друг. То есть как жена? Я даже не понимаю. Посмотри. Ну, чего непонятно? Я могу, допустим, будучи эгоистом, считать вокруг себя всех там примитивным созданием. Но поэтому они примитивным созданием не станут. Не станут. Не станут. И так же это, то, что считать жену и друга, он не становится примитивным, от того, что ты за стороны посмотрел, посчитал, что он персонаж. Не становится. Но это будет сразу видно. Это он сам посчитал, что персонаж. А почему твое замечание правильное? Потому что здесь есть та ситуация, по которой пока я не говорил. Ситуация глубокого отчаяния. Которая утверждает себе, она не только, ты вот в эту игру вовлечен. Ты вот в эту игру вовлечен тем, что ты все время себя воспроизводишь, как врача с тросточкой. Все время воспроизводишь себя, как блестящего ученого, преданная своей профессии, рядом с которым жена и друг. Вот. Не эту ситуацию. Ты ее не постоянно длишь. А ты понимаешь, насколько эта самая ситуация нестерпима. Она ситуация есть отчаяния. Почему вот? Тот и состоит, что это некого рода предпосылка, что она нестерпима. Почему она нестерпима? Для этого человека стерпима. Для невротика нестерпима. Для кого нестерпима? Да. У тебя есть, значит, одна из глав в игроке. Да это все понятно, что для Достоевского этого, его личная акцентуация. Для него нестерпима. Почему она вообще нестерпима? В идиоте одна из глав начинается по 100 рассуждений на 2-3 странички, где он говорит, что люди обыкновенные делятся на два типа. На просто обыкновенных, те, которые жена и друг, и те, которые немного поумнее. Как бывает в обычной самой ситуации. Человек вдруг играет, играет и заигрался. Генерал служил все время интендантом, когда служил с названием генерала. Раз генерал, значит и полководец. И вот начинает он в какой-то числе считать, что он на самом деле полководец. Он дровами всю жизнь занимался. Он считает, что он полководец. Как он начинает поздно или рано считать, что у него рядом с ним женщина, это жена и друг. Жена и друг. Точно так же. Или как вот человек пошел, заплатил денег, ему написали кандидатскую диссертацию. Заплатил больше денег, ему записали докторскую диссертацию. Разве можно из отдельных каких-то людей делать вывод обо всем? Значит, смотри. Ну что это можно? Что значит можно? И после этого начал считать себя ученым. Вот такие вот персонажи бывают, мы их узнаем. Такие персонажи бывают. Ну неинтересно писать только о них. Да, неинтересно, это правильно. Поэтому возьмем людей, тех, которые поумнее. Потому что, что говорит Ганечка? Что самое неприятное во всех деньгах, то, что деньги таланты дают. Но в самом деле, если у тебя есть деньги, вывезут люди и предложат тебе таланты. Если ты же им не обладал, ты будешь обладать. Ты будешь и певцом, и игрецом. А, кстати, о женщинах. Это примитив, как бы, возводится в какой-то там... Это вот такого рода. Но чем Ганечка отличается от такого более-менее примитивного персонажа? То, что он пытается удержать вот эту ситуацию небытия, а ситуацию подлости. Он предлагает наслаждаться своими талантами, как талантами, купленными за деньги. Не просто талантами, как делает обычный человек, который люди обыкновенные, а наслаждается талантами, купленными за деньги. То есть он оказывается в этой принципиальной ситуации подлости. Точно так же, когда ты ухаживаешь за девушкой, ты можешь на нее просто так ухаживать. Ну, там, ты растерян, тебе она нравится, она тебе не нравится, ты себя как-то там заставляешь. Ты можешь танцевать танец, как я ухаживаю за девушкой, подражаясь самому себе. Вот такой танец эффективный. И в нем должен быть увлечен. А ты можешь за этой самой девушкой попытаться эту ситуацию удержать в ситуации рефлексии или небытия. И вот таким образом, например, Герсилов ухаживает за своим персонажем. А другие ситуации бывают? Бывают, конечно. Не, ну у тебя же говоришь, что две ситуации бывают. Обычные люди бывают. Чуть более, чем обычные люди. Да. Другие-то бывают? Например, а... Тебе не кажется, что на самом деле это метафизическая привязка, что есть люди непосредственные, а есть условия рефлексии? Просто это то, что говорит... Она никакого отношения к эстетике не имеет. Имеет самопрямую эстетику. Типа персонажа не два, а много. Вот типа персонажа, получается, два. Ну вот. Себя... Потому что это из метафизики. Бывают бесконечное количество профессий. Вот сейчас не про эстетику. Он же говорит не про эстетику. Врачи, учителя, геометры, кого-либо еще, все остальные есть. Но делают они себя персонажами, то есть становятся описуемыми, подвластны власти писателя только двумя способами. То есть тем способом, который делают просто люди, и те люди, которые немножко поумнее. Ну, это же... Ну, это... А какой... Нет, а какой нам интерес, вот как они себя делают описуемыми? Почему это нам интересно? Потому что мы получаем принципиальный нот тип литературы. Если раньше мы искали в художественном в чем? В совершенстве описания персонажа или в последовании сюжета, как детектив бывает. Одно за другим, ты-ты-ты-ты-ты. Или в красотах литературы, русского языка, скажем, как на боку. И только, да? Если мы с таким образом работали, то теперь мы делаем принципиальную ситуацию. Мы всякий раз, когда сталкиваемся с такого рода персонажем, нашему изображению состоит способ, способ того, как человек делает себе персонажем. Тем двумя способами, то ли одним, то ли другим. И это, вот это самое рефрективное усилие человека, делающего себя персонажем, и принадлежит на самом деле изображению русской литературы. Вот в этом ее новшество. Впервые это Пушкин сделал. Вот тот самый, который капитанскую дочку пускал. Дубровского, ну и, разумеется, Евгений. Не кажется тебе, что это примитивный взгляд и на литературу, и на мир? Нет, мне не кажется, что этот взгляд является... Потому что я уже много раз говорю, как бы, никогда не достучаться, что есть еще и возможности, кроме того, что ты форму не хотел, употреблял слово. Я нигде не сказал слово форму. Да, я говорю, что есть возможность еще, чтобы был бы такой, как бы, персонаж, который и является персонажем, в определенный момент, и потом и не является персонажем. В один момент является персонажем, там, совершенно описывает, в другой момент не описывает. Ну, так и любой человек, да, конечно. Да не просто любой человек, а в принципе. Любой человек так и живет. Твоя персонажность на самом деле. Я сижу один в квартире и часто включаю свет, ем что-либо еще. Есть большое количество людей, которые в эту ситуацию персонажности не сваливаются. То есть они всегда в нее сваливаются немножко, побудут в нее, потом ха-ха, усмешка, значит. А может нужен другой человек, чтобы свалиться в нее? Может быть, как бы нужно наблюдать? И это тоже правильно, да. Это тоже правильно. Здесь вообще очень сложно все получается. У тебя действительно, когда ты оказываешься ситуацией вот этого самого простого, обычного человека, то есть когда подражаешь сам себе вот такой спректакль трейсерса, то есть у тебя есть некий предполагаемый субъект, ну, к которому. Перед лицом другого. Да, ты выходишь из Мерседеса, предполагаешь, что есть человек, который это дело оценит. Вспомним Пелевина с его анальдом и аравлими. Нет, просто на самом деле я хотел о другом сказать, что нет никакого предписанного текста, поэтому и персонажам это невозможно. У тебя предполагается, что есть уже текст написан, как надо вести себя там, как ты любишь, или с Мерседесом, или с чем-то другим. Нет никакого текста. Ну вот как раз он есть. 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 Система знаков, как бы, ты понимаешь, как бы Мерседес. Нет, текста предписанного, как надо себя вести, нет. Ну, есть. Проблема-то состоит. Ну, есть. Почему? И поэтому я писательности нет. Запонимал в 90-х годах, что ты купил бы бэушный Мерседес, конкурсный конкурс и классный пиджар. Еще раз говорю, я в этом... Сейчас я с недавним темпом... Один из принципов, что есть текст состоит в том, на самом деле, что свободы нет. Полное, это все... Нет, нет, одна голимая свобода. Одна голимая свобода... Захотел стал персонажем, не захотел стал. Нет, дело не в том, захотел ты стать персонажем или нет. Заранее все предписано. Нет. Предписано заранее все. Вы определяете? Да ты сколько угодно. Если ты играешь самого себя, сегодня ты блестящий журналист, великолепный будущий, возьмем Чеховские рассказы. А в другой момент, этот, бык на Мерседесе. Какой хочешь, такой выбирай. Некоторые люди вот так и живут. Подожди, подожди. А чем отличается, когда вот стоит стол, его тоже можно описать и все. В чем разница между человеком и столом? Ты вот говоришь сейчас то, что никакой разницы между предметом столом и человеком нет. Тем, что реальному художественному образованию состоит не то, что он стол, не того, что он бык на Мерседесе, а состоит его выбор, что он захотел в данный момент стать персонажем. Это является изображаемым. Стол-то не может захотеть стать. Стол захотеть не может стать, но просто и персонаж, и человек не может захотеть стать персонажем, потому что текста нет. Как так? Ну как? Текстов куча, че текстов куча? Любимина Горячкина, пример провинциального врача, мой этот пример с кандидатской диссертацией. Если бы был текст, то тогда человек был бы точно таким, как стол. Потому что он уже заранее, до всяких своих действий, был бы описан некоторым текстом. Он не описан. Как судьба. Человек не описан, так сказать, текстом, но он помещен в систему знаков. Систему знаков помещен, но эта система знаков его не описана. Она не описывает его, но он в ней может себя вести, тоже как некий знак. Он может себя вести, а может вести как один знак, может быть как другой. Да, вот он об этом говорит, это есть свободы. Ну точно так же, как стол. Он может быть знаком. Стол может быть столом, а может быть знаком, что за нему это философский штурм заседает. А может быть знак. А для кого-то каким-то еще знаком допустим. Знаком, что за ним едят, еще и прочее. А может воспоминания для кого-то будут значимы, как за этим словом случившееся. И прочее. Но он же не сам это делает. Еще раз говорю. Я говорю, ты абсолютно прав. Просто открыл для нас новый вид литературы, когда надо писать стола именно с этой позиции. Нет, я просто еще раз говорю. Оценить выбор стола. Если текст предшествует персонажу, то он точно такой же в этом тексте и стол, как любой предмет. А человек предшествует и персонажу, и тексту. Правильно, поэтому текста нет. Если человек предшествует тексту, значит текста нет. Но человек же не может как бы без текста. Он просто нет. Он пишется. Он пишется. Получается, что человек свободен, без проблем, он выбирает текст. Он выбирает вот это самое некое... Персонажа. Фома персонажа. Да. Фома пересказал. Неправильно. Мне кажется, человек не выбирает текст в плане сознательного выбора. В плане того. Это есть как раз деятельность чего-то бессознательного, подсознательного. Зачем? Ну, грубо говоря, он может этого не делать. А чтобы придать смысл жизни. Зачем? Потому что если у него нет системы знаков... Да, ну, про смысл жизни здесь вообще не будет. Нет, смысл жизни не смысл, зачем я живу. А чтобы как бы осмысленным было все. Как осмысленным? Ну, потому что если у тебя нет знаков, ты не можешь как бы связаться. Знаки, это связь всего. Вот ты садишься за руль, ни о чем не думай, денешь куда ты. Еще раз. Старайся заработать. Нет знаков. Нет знаков. Нет знаков. Целостность мира, мир как целое, как бы предшествует каждый вечер. Система, вот эта система связей, знаков, да, она всегда предшествует логически. Это не только гипотеза. Нет, это логически как бы, это неизбежно логически. Как это не логически? Ну, так. Но если мир, на самом деле, мы бы уже говорили там, других посадков. Когда он посадится на машину, действительно, готово призначенных знаков как таковых нету. Но вот если он решил подражать себе... Да, безусловно. Ну, не о том речи. Ну, какие-то знаки. Когда эта речь идет. А когда он решил, что вот, блестящий молодой человек с красавицы женой, едет на работу, блестящий... Блестящий, заговорил электронными микроскопами... Я же не понял, что про другие знаки говорит он. Он говорит про другие знаки, какие-то специфические знаки. Вот это значит, вот тогда вот он этот танец и станцевал. Полтора часа, сидя за рулем, он вот этот танец танцевал. А знаками он понимает, что нечто иное. И ты говоришь про обычные семиотические понимания знака. А он говорит о других знаках, о специфическом настаивании. Ну, да, он правда. А специфическом на что-то настаивании. Что врач ведет себя как врач, и это... Да, да. Так а все разница между вот этим знаком врача, который я на себя примериваю, и просто другим врачом, который ходит там. Знак-то один и тот же. Просто я на себя его беру. Да, это правильно. Поэтому знаки те же самые. Нет, знаки не те же самые. Те же самые. Те же самые. Отношение мое к ним другое. Отношение. Мое соотношение с ними, связь. Это просто так. А в моем понимании нет никаких... Но должны быть знаки врачей, чтобы я что-то на себя примерил. Если не ходят врачи вокруг, в моем мире. Понимаешь? Мне нечем... Да, если нету простящего молодого человека в прекрасном будущем... А врач может быть отцом? А врач может быть отцом? Мне просто интересно. То есть врач везде вращивает, и в постели врач. Может быть. Может быть. Значит он что, один знак сменил на другой? Да. Так у него не может быть такой. Может быть. Может быть. Я тебе сто раз говорил, что может. Вот у тебя обычный человек до того, как он решил стать персонажем. Он может быть и врачом одновременно быть, и отцом. Я тебе могу сказать самое интересное, что он может быть одновременно врачом, отцом. Да, да, да. И матерью даже может быть. Нету этого текста. Нету персонажа. Да нет. Но при этом он одновременно вот этим... И дверь может открывать. И чай заваривать. Все это в один и тот же момент. У него бесконечно прекрасный мир. И поэтому нету персонажа. А потом он взял другу, репу, почесал и подумал. Блин. Надо осознать себя. И сознал он себя непосредственным образом. Тем самым, что завел просточку и пинцн. Ну конечно. И тут он начал подражать уже этому... Я еще раз говорю. Уже этому... И превратился в персонаж. И стал описуем. Именно в этот момент он стал описуем. Он говорит о том, что человек сам себя объективирует. Да. То есть мы не можем объективировать человека, если бы он сам себя так... Если бы он сам не отсекал вот все эти возможности. То есть он был и врачом, и отцом, а потом... Да и алкоголиком. А потом он сказал. Нет. Я же врач. Перестал быть нормальным отцом. О чем я говорю. Нету ни алкоголиков, ни врачей. Нет. Мы не влезаем в эти теменные определения. Проблема... Он не может стать алкоголиком, потому что нету этих определений. Но он очень старается. Он очень старается. Он очень старается. Он и не может в них влезть. Даже если он будет стараться. Может. Не отрисуемо с человеком. Ты четку не видел человека выходящего из меседеса, как выходящего из меседеса? Не видел? По самому странно, что я не видел никогда. Да. Потому что это видимо твоя оптика, а не моя. Моя оптика. Так ты, как осторож так,andal Carmice и ты его взглядом смотришь... Я даже видел алкоголиков, которые ведут ко себя как алкоголики. Даже это я... Ну я понимаю, а я не видел, почему... Ну почему ты так зависливы взглядом и ей нету? Я зависливы? Да, именно так. Потому что между алкоголиком и этим... Потому что ты видишь концепторы мне, на самом деле. Он просто до всякого текста был. Просто человек и все. До всякого текста. А то, что ты к нему текст применил, это чисто твоя опыта. Булад, Булад, Булад. Но это очень замечательная мысль, что мы сами себя хотим мыслить персонажами. И это действительно так. Вот посмотри на ученых реально. Они действительно занимаются тем, что говорят себе, так, я ученый. Они, может быть, не становятся от этого учеными паракселан. Только ученые и все. Может быть, действительно, они не вписываются в этот персонаж. Но то, что они сами проделывают вот эту процедуру объективации, превращение себя в персонажа, дает возможность... А может, слышали о том, что некоторые говорят, я на Пареломе. А потом приходят в Духу, а там есть Иисус Христос. А теперь сам расскажи разницу между этой ситуацией и тем, что я скажу. Вот я говорю, что с вашей позиции я не вижу разницу. Расскажи разницу. Я говорю, с вашей позиции. С моей позиции человек не описывает принципы. И даже если он назовет себя Наполеоном или врачом, он не станет ни Наполеоном, ни врачом. Потому что Наполеон и врач – это некие определения, которые вообще непонятны, что это такое. В ситуации, когда... ...когда... ...что надо сделать, чтобы стать им. ...человек становится Наполеоном. Так он сам себе придумает, что нужно сделать, чтобы стать им. Но, ребята, он сам себе определяет. Помните, не знаю, постклассическую философию, что это нет на самом деле общей понятия, не применимых к единичной реальности. Проблема состоит тоже несоизмеримости наших определений и того, что все единичное. И вот когда я живу в собственном... Вот в этом мире нормальный человек, когда я не подражаю сам себе в рефлексивной ситуации, я вот такой и есть. Да, я понимаю, что ты... Меня не описать, не рассказать. Я бесконечно сложный мир. Как и любой здесь. Ты же сам говорил, что мы сами упорядочим мир, рационализируем, мы сами выстраиваем вот этот вот микрокосм, в котором все произойдет. Да, мы выстраиваем, иногда выстраиваем, только это, во-первых, не получается, а это просто не получается. Это, кстати, один из способов главный может быть. А во-вторых, главный тезис состоит не в том, что мы не просто пытаемся выстраивать, главный тезис не в этом же состоит, конечно, выстраиваем себя. У них всего два, да. Главный тезис состоит в том, что нет никакого предписанного текста. Вот, что главный тезис? Да, здесь предписанный текст вообще здесь ни при чем. А при чем здесь? Если нет текста, то и невозможно ничему подражать. Ну что, все высказать, а что все это выражать? Я потому что высказал собственную позицию. Подражать можно только потому, что уже есть заранее написано и предписано. Но черпают люди. Знаешь, вот этот разговор, что он здесь напоминает? Он напоминает, что есть два человека, одному пальцем указывают на Луну, и тогда человек идет о разговоре Луне, а другой смотрит на палец. И говорит, что ее нет предписано. Просто смотри, вот человек растет, маленький такой, потом побольше, смотрит фильмы, и там фильмы про настоящих учетов. Мужчин. А вообще такая гадость, что это настоящий мужчина. Это вообще мерзость. И дальше, ты спрашиваешь, откуда берется определение, вот этот образ, которому он будет подражать, да? А вот он вот оттуда взялся, и потом он начинает себя вести как настоящий учет. Я не обнимаю. Нет, ты говоришь, должен текст. Вот тебе текст, вся жизнь, как бы, она состоит, еще раз повторяю, из вот этих разных знаков, из образов, из представлений. Пожалуйста, выбирай любовь. И вот он выбирает, как бы, ой, я хочу быть настоящим мужчиной. Нет, проблема в чем состоит. Конечно же, мы сейчас просто перешли и планы из литературы, куда-то уже в обычный план. А мы не были в литературе, вот что важно. Ну как, мы говорили слово персонаж. Ну и что? Ну, мы были немножко в литературе, но очень специфической. Персонаж – это способ, а не литературный герой. Я смотрю на телевизор, где идет реклама, не знаю, сигарет, и ковбой Мальбора скачет по прелиям, достает, закуривает. И это остается у меня в памяти, после чего, будучи тем самым свободным, неописуемым, бла-бла-бла-бла, человеком, я ни с того ни с сего примеряю на себя вот этот образ, беру сигареты, точно так же хожу, разговариваю, как этот ковбой Мальбора, и становлюсь персонажем, который можно описать и так далее. — Да, я тоже об этом конкретном естественном отметке рассказал. — А по сути нету предписанного текста. — Но реклама – это и есть предписанный текст. — Ну вот тебе пример привели, чего ты имеешь против этого примера? — Да я же не против примера, я же не об этом говорю. — Но это дело не в тексте. Забудьте это слово «текст». Ну, который текст – это и есть предписано? Ну реклама есть или нет? Реклама это предписанный текст. Есть. Правильно. Я же не говорю, что бывают предписанные тексты, которые какие-то люди пытаются себе этот текст применить. Я говорю о том, что изначально в принципе нет никаких текстов. Но мир-то есть. Изначально? Подожди. Люди так и живут. Если чувак захотел себя непосредственно образом реклиптировать, он берет где-то готовый текст и в нем себя осуществляет непосредственно образом. Вот на этом рекламе. Правильно я забыл об этом сказать. Это очень важное замечание. Реклама на этом и работает. Не та реклама, которая говорит, что у нас сегодня есть сосиски по 500 рублей. А которая продает Мальборо или Кэмбелл. Кэмбелл это сигаретный пилотворящий. Из этого можно сделать еще более, как сказать, еще шаг дальше. Потому что я вот сижу и думаю, по какому причине человек напяливает на себя вот этого персонажа. Зачем он в него входит? Как бы, чем руководствуясь или какие побуждения внутри него? Потому что одно дело, ну как сказать, что бытие персонажа позволяет ему делать? Что не позволяет ему делать то, когда он свободен? У меня есть плюсы. Мне кажется, что эстетизация жизни своим путем это один из немногих способов придать этой жизни смысл. Потому что если она, Бог знает, какая такая хаотичная, как ее описывают, если ты не тот и не тот, вот как-то вот все оно течет, то жизнь, она как бы вот такая бессмысленная. В том смысле, что она не ограничена какими-то формами, она продолжается всегда. Вот ей бы вот здесь закончится, или вот здесь бы этому жесту закончится, и он бы был прекрасен, как бы совершенен, закончен. Но нет, он продолжается дальше. И вот эта вот нестерпимость жизненности, хаотичности, неопоренности, неупорядоченности, она таким образом побеждается. И вот как Булак любил говорить, жизнь становится произведением искусства. Тогда получается не ты живешь, а жизнь живет в тебя. Когда ты ковбой мать был, это всегда пошлое искусство. Значит, хочу я сказать, нет, у меня другой ответ, к сожалению, на этот вопрос, чем у Антона. Я полагаю, что это способ или форма, способ отношения самим собой. Вот таким образом мы устанавливаем отношения самим собой. А мы из Дикарта знаем, что отношения самим собой и ситуация наслаждения. Чувак делает для того, чтобы получить удовольствие. Он становится скольбором, он нормально раскачивает. Не потому, что приятно курить, а вот потому, что он... Это вот такая форма... И теперь я какое-то заключение. Мы не можем установить отношения самим собой, потому что мы не знаем, что есть я сам. Никакого я сам нет, и поэтому невозможно установить отношения самим собой просто по определению. Тебе только что объяснили, каким образом... Но я понимаю. Я сам создаю себя, с которым встаю. Нет, мы не сам создаем себя. Это нет. Мы как бы... Ты одеваешь себя. Ты одеваешь маску какую-то, но под этой маской никакой подлинности-то нет, и поэтому невозможно стать над собой. Подлинности нет и в другом смысле. Понимаешь? Еще раз говорю, что если нет подлинности, то невозможно надеть. Если нет изначальной маски, или какой-то подлинности, то невозможно надеть. Причем подлинность... Подлинность... Ты обнаружишь себя, в смысле, как бы, вот этой рефлексии иглевской, если на его точку зрения встать. Ты обнаружишь себя, как того, кто может вот так вот, как бы взять на себя какую-то роль. Вот. Но при этом, ты тем самым обнаружишь, что ты не тот, ты не тот. Ты как бы и тот, и не тот. И это и есть вот эта ситуация отчаяния и наслаждение одновременно. Нет. У него же не так же, на самом деле. У него же, во-первых, было бы, и должно было бы быть отчаяние, состоящее в том, что нету за этими всеми масками никакой подлинности. Было бы вот это, а у него же не так. У него же, на самом деле, как бы... Подлинности, конечно, нет. Это правда. Подлинности нет, но отношения с самим собой есть. Нет, подожди, но сам... Нету никакого само собой. Но сам механизм, сам механизм, вот этот, сама вот это, как я на себя беру вот этого персонажа, да? Да. Что вот я, как бы, выбираю быть этим, а потом выбираю быть этим. Это-то является подлинным моим поведением? Нет? Это же как бы... Это да, это правда. Это же... Это моё подлинное мнение, и другого, как ты говоришь, быть не может. Это так, да. Нет, еще раз говорю. Я вот недавно говорила об эстетизации жизни. Понимаешь, что есть эстетизация и отдельная жизнь. Поэтому, когда ты говоришь, что ты берешь на себе маску, ты не берешь, ты понимаешь, что это маска... Я сейчас не свою, а Игоревскую концепцию развиваю. Это... Когда мы надеваем маску, мы понимаем, что мы надеваем маску. Конечно, понимаем. Да, и поэтому в этом ничего особенного нет. И когда ты приходишь в магазин и просто стоишь, и ничего не одеваешь, а просто стоишь... Подлинность в том, что ты человек... По определению, являешься покупателем, даже если ты этого не сознаешь. Так нет, ты пойми. Подлинность в том, что ты тот, кто надевает маски. Вот в этом подлинность, которую ты всякий раз обнаруживаешь. Я еще... Давайте как бы... Моё возражение основное. Я считаю, что вся кородная писательность человека, это есть некое внешнее насилие. Внешнее насилие. Например, я встаю в очереди за каким-то товаром, тем самым по факту... А самонасилие может быть? Может быть самонасилие. Ну, в любом смысле, в любом случае... За это надо наказывать? Нет. Зачем? Причем здесь не идет речь... Здесь речь идет о том, что каждый человек... Ты же надзираешь и наказываешь. Да я не надзираю и наказываю. Я просто хочу сказать, что везде здесь есть репрессивность некого отношения с самим собой. Которое, на самом деле, по факту, нет. Это не является... Игорь же словит, что это, на самом деле, общее место для всего. Для нашего отношения с жизнью. На самом деле, это не так. Просто кто-то этим занимается. Кто-то не занимается. А кто-то не занимается. В основном, люди не занимаются. И поэтому считать, что литература, которая вдруг обнаружила, что есть такое самонасилие... И не даром, кстати, именно Достоевство считает мазохистом. Именно исходя из того, что у него все персонажи занимаются каким-то самонасилием. То из этого не следует досадить, что это какое-то отношение имеет к реальному отношению. Да. Проблема, она состоит в том, что действительно Достоевский описывает только персонажи особого вещей. То есть персонажи, которые сами захотели стать персонажами. Других он не описывает. Это его этика такая. Это этик. Как и Чехов. Чехов тоже описывает только персонажей, которые в каком-то смысле захотели стать персонажами. Но для Чехова эта ситуация отрыва, она для него важна. Вот это он хопал, и здесь он ее обнаружил. А мне кажется, недаром нашу русскую литературу называли реализмом, как раз они считали, что Достоевский, Чехов и прочие, как ты там говоришь, пишут саму реальность. Да. Но, как бы, в том-то и состоит суть, что они реальность подменили персонажностью. Из того факта, что... это не рисуемо. Это проблема. Это проблема. Ну ее нельзя писать, но усмириться. А то, что можно описать, то не является реальностью, то является никакого рода упрощением каких-то там, редукцией там, какой-то такой вот. Поэтому вот... И вот здесь прелесть от ситуации состоит, вот так бывает, когда ты занимаешься сложными-сложными впечатлениями, а потом все тебя схлапывается до одной простой формулы. И здесь тоже, как бы, многоразный мир, но персонаж, ты его писать не можешь, ты смотришь на него, боже мой, да я даже не имею права он Булата такого сложного себя вот такого описывать и волосатого самогладить. Это будет... Товтин лысый, а Булат волосатый. Но описать нельзя, потому что не имеешь права. Это будут репрессии, конечно. И тут Булат сам репрессию начинает. А иногда, хопа, чувак, грядет себя как некий персонаж. Нет, самое интересное, что, как вы заметите, разница между внешним описанием, когда ты кого-то описываешь, и когда человек себя делает персонажем. Вы каждый раз почему скатываетесь... Это различие. Я ненавирую, когда ты меня описываешь, в этом проблеме ты никакой нет. Ты можешь мне как угодно описывать. А проблема состоит, ты же рассказываешь, что сам себя человек делает персонажем. Как раз наоборот. Мы это говорим, что когда другого... Я себя делает персонажем. Когда другого описываешь, это насилие над другим. А когда сам себя делает персонажем, Бог с тобой. То есть сам себе господин. И тогда художник тот самый... Пользуется моментом. Что мы здесь видим? Вот это к тебе. Мы видим таким образом, что у него зазвучал как бы самостоятельный голос. Вот он стал себя сделать персонажем, появился голос. Он сам стал автором. И мы здесь понимаем... Вот эту самую... Как же он стал автором, если текст предшествует? Автором стал. Подожди, вы иногда на Гаврииле пример хороший был, что есть какие-то тексты, и человек подражает этому тексту. Он же не стал автором, если текст предшествует. Но он же сам выбрал быть этим ковбоем. А у Бахтина, что у него каждый автор... Была реклама, но никто же не заставлял его становиться как бы этим ковбоем. Да, она предшествовала, но никто не заставлял. Он сам стал автором. И вот здесь мы начинаем вот это предвидение Бахтина понимать, что он говорил, что у него полифонический роман. Каждый из них автор. Он действительно в каком смысле автор. И мы говорим, да как же он автор, если Достоевский всех описал-то? То есть, ребята, мне просто интересно, если... А вот вы именно манипулируете сознанием покупателя. Понятно, да? Тем самым, что заставляете покупать какой-то товар. То вы считаете, что в этой манипуляции человек становится персонажем, то есть, становится покупателем этого товара. По своей воле просто взял и выбрал... Проблема не в том, что он становится... Если бы он просто купил товар, это было бы как раз достижение, потому что реклама. А он стал изображать из себя ковбоем Альбора. Вот в чем дело. Да, ему надо... И это совершенно свободно. Смотри, как там происходит. Это не нужно... Реклама понимает, что чуваки начинают изображать там настоящих мужчин, кольбов, малина, блестящих молодых человек на Феррари. Вот они и знают. Но они понимают, что таким образом противляется смысл на знаки, на готовые тексты. И вот она тут ему, при помощи телевизора, это дело ей припихивает. А ее цель под это дело продать то, что продать так невозможно. Потому что Феррари как машину продать нельзя. Ее можно продать как основание для станции. Ты состоишь в категорическом заявлении, что Феррари нельзя продать как машину. Нельзя. Как и Мерседес тоже нельзя. Но я понимаю, что если бы ты говорил о том, что есть какие-то отдельные люди, которые так поступают, то я бы не возражал вообще ничему. Ты же выгляжешь категорично, что невозможно ездить на Мерседесе и не сделать себя персонажем. Нет, он говорит, что есть просто люди. Никак, это же чисто твоя ситуация личная какая-то. А не от ситуации, которая соответствует какой-то, я не знаю. Нет, на Мерседесе можно ездить, но не удержаться. Почему не удержаться? Это же замечательный этот рассказ. Потому что ты живешь знаками. Скверный анекдот. Я не живешь знаками. Скверный... Скверный человек. Сами вы говорите об этом. Это же замечательный... Никакой другой сложности, кроме... Ну вот и не знаками, ты как бы ездил на Мерседесе. Да, да. Он-то в первую очередь ездил. В первую очередь. Ну а я ездил просто на машине. Разыгрывал это дело. А я просто ездил на машине и ничего не разыгрывал. Можно, можно, можно. Можно, можно. Нет, вот этот же замечательный рассказ, блин. Блестящий рассказ Достоевский, называется скверный анекдот. Там встречаются большие чиновники, говорят, а давайте к простому чиновнику, вот этому самому, который тогда пищущую машинку себе изображал, то есть переписчика, отнесемся к человеку, уважим, что-либо еще сделаем. Ему старый мутор говорит, так не выдержим же. И он идет на свадьбу, и оказывается случайно на свадьбу и пытается сделать. Проблема состоит, что не выдержишь, будешь себя вести как, не будешь просто им братом, а будешь себя вести как брат чиновника. Ситуация вот эта, быть просто братом для мелкого чиновника, для крупного, невозможно. Когда ты это пытаешь сделать... Это же в литературе описывается как проблема того, как социального рода, всякого рода градации переносятся межличностные отношения. То есть это можно понять просто как некая проблема социальности, а не проблема, как сказать, Мулат, умер тебе персонажа. Ты окончательно убил себе персонажа. Нет, просто я не... Вы хотите увидеть что-то там, ничего нет. Да, конечно, конечно, конечно. Понятно, что скверный анекдот именно таков? Конечно, да. Группа поддержки говорили, что понятно. Группа поддержки скверные анекдоты читала? Нет! Группа поддержки скверные анекдоты читала, но она обязательно прочтет. Те, которые не читали... Как бы сказать, это будет выглядеть, конечно, это... Как сказать, меломорализаторски и мерзко, но суть какая-то. Я не читал. Эти писатели, эти писатели, они исключительно просто морализаторы, они говорили, как это криво, плохо устроено общество. Оно не дает возможности людям, так сказать, обняться в братстве. Понятно, понятно. Группа поддержки еще захочет и прочтет Вечного мужа, которого она тоже не читала. Слушай, ну это не доверие. А ты попытайся. А то скинем, скинем, скинем. Не будем поддерживать. А ты попытайся. Влад, давай тебя поддержать. А ты попытайся. Я из Вечного мужа читал. Много раз читал. Вечный муж? Вечный муж. Там всего несколько десятков. Да это все, это стандартная тема Достоевского. Да? Достоевского. Нет, Достоевского читать я не буду. Это стандартная тема Достоевского? Это скверный анекдот тоже Достоевского? Да. О господи. И причем это чисто личная его какая-то акцентуация, это психологическая проблема лично его. Достоевского или меня? Достоевского. Да. И он был невозможный человек. Там его там Стасов, по-моему, или кто-то из его товарищей или там друзей. Там просто всегда удивлялись, как вот этот мерзкий человек совершенно невозможный, невыносимый и пишет такие вещи. Ну, это просто чисто как бы сам человек, сам Достоевский был такой мерзкий, как бы и невыносимый. И он писал и описывал таких персонажей. Якобы это для всех характерно, якобы это некого рода метафизическая как бы позиция, а не просто его личная ситуация. Ну, это да. Хорошо, что есть простые объяснения. Да, это невозможно говорить, что я Достоевского не читал, но его друг говорил, что ему приводили девочек. Поэтому я читать Достоевского не буду. Не знаю, как ему девочек приводили, но мы тут все сидящие много раз читали Достоевского, не мальчика. Ну, не все. Нет, я читал несколько всего этого. Преступление, наказание, идиота. И все. Я немного раз читал, по-моему. Каждый роман читал, наверное, по 10-20 раз. Ты читай милое и легкое. Достоевского мужа и игрока. Я читаю. Достоевского мужа и игрока. Достоевского мужа и игрока. Ну, какая-то желтизна, там есть желтые обои, это же невозможно. Мрачность вот эта вот вся. Не, ну а если... По-вашему. Что это за история такая? Да. Это практически полная цитата из Набокова. Была, изображение было-то. Просто это так и есть, человек. Ну, это понятно. Ну ладно, чего? Все понятно, да? Всем спасибо. То есть мне удалось ни с момента сопротивления некоторых высказать то, что я хотел. Интересным также является то, что вот это самое некое, ну, как сказать, быть персонажем, ну, своего рода дает, как бы, некую свободу человеку. Ну, конечно. Как бы вместо него живет персонаж? Да, конечно. Конечно, дает свободу, да. А человек вот как бы отдыхает, имеет возможность... Значит, здесь просто на том, что мы не затронули, вот эта вторая ситуация, которая поумнее, вот она очень сложная, очень красивая, очень интересная. Это кто? Ну, вот который Ганечки, который наслаждается не просто талантами, которые куплены за граждан. Он же просто это взял, наслаждаешься талантами. А талантами, купленными за деньги. То есть в этой ситуации не быть я. Да, да, да. То есть он заказывает в этой ситуации одновременно не быть я. То есть вся жизнь игра? Да нет. Ну как? А люди в ней актеры? Обычные, обычные... Ну, получается, как бы, я просто возвращаю тебе... Обычные люди живут просто так. Так люди живут. Не, ну как бы играть, как бы, можешь просто быть персонажем в театре, а можно как бы понимать, что ты персонаж. Можно жить, а можно подражать жизни, чувак. Можно жить, а можно подражать. Но подражать жизни двумя способами. Вся жизнь игра? Ты можешь в ситуации субстантности подражать, а можешь подражать в этой ситуации... Неносимость этой ситуации просто. Отчаяния в то, что Джинни... И вся жизнь игра. Это же, насколько это примитивно, как бы, и пошло. Вся жизнь игра. Ну, ты же об этом говоришь. Да. Ну. Я говорю, да, примитивные и пошлые вещи. А примитивных и пошлых и секрет. Ну, кстати, а вот как он там думает о других, там интересные дни думают? Ну, только что-то о себе. Там, я персонаж, я не персонаж. Да, да, да. А вот о других там? Вот эта сложная штука, с ней работать тяжело, на самом деле. Иногда оказывается, что у них, как бы, вот это самое сознание на двоих. Просто ситуация вот этого небытия, она предполагает, либо я небытие, но тогда ты это должен, позицию означивания отдать, как бы, внешнему персонажу, который тебя понимает, что ты не просто здесь так карачиваешь, а ты вот эту мистерию, да, мистерию небытия, на глицинский термин, перед ним развиваешь. Есть же там ситуации мазохизма, когда я хочу быть персонажем таким, как меня назначат, там, знаешь, меня, как бы, определяют, и я хочу им быть. Ну, наверное, да. Здесь, видишь, очень-очень другая ситуация интересная, что мы снаружи эту самую ситуацию понимаем. И если мы эту ситуацию понимаем, то всякий раз, когда мы означиваем, мы отказываем в праве означивания другому человеку. Вот это реальная причина самоубийства Кроткой. 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 Рассказ Достоевского Кроткой. Ага, еще один. Ну, ты его не читай, он как-то сложный, тяжелый, там плохо пахло, и обои были желтые. Вот. Там тоже, 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 тоже обои. Ну, вот из Достоевского можно привести пример. Вот атмосфера провинциального города, это, скажем, конец 90-х годов. Мальчик из бедной семьи, женился на богатой девочке, у него автопредприятие оказалось. Что он делает? И он тут же решил, что он предприниматель, раз ему досталось такое наследство. Это кто тоже Достоевский? Нет, это современный писатель. Ага. Это современный писатель. Он вам предположил, раз он это, раз он блестящий молодой человек предприниматель, ему надо как бы завести любовницу. То есть все девушки его, тем более он очень симпатичный. И вот он в этой самой ситуации оказывается. С одной стороны, все, что он добился, это то, что удачно женился, но с другой стороны, он не удерживается в этой ситуации, начинает думать, что он блестящий предприниматель. Конечно, все эти деньги он потерял. И заводит любовницы, начинает им дарить шубы, что-либо еще, которые взяты по большому счету у его жены. Это вот такая ситуация. Теперь он доигрался до самой этой ситуации. И оказывается, ситуация совершенно принципиальная. Берет спортивные автомобили, они без спортивных автомобилей не могут, возраст такой. И семнадцатилетние любовницы разбиваются на спорте травами. Да, и знаешь, это как бы каждый, по-моему, 90% молодых людей все такой путь проходят. Это такая прям типичная история. Вот такие, которые... Спортивные автомобили просто как бы, я вот когда в его город выпить, там, кругом они спортивные автомобили ждали. Так они как бы, они с красивыми делами. Все вот, просто ты рассказываешь, прям, не мечту какую-то, какого-то придурка, брещавого писателя, который там, хотел бы так жить, а вот именно так, как оно на самом деле все и происходит. Так так и происходит. Просто жизнь, просто жизнь... Артеля! Вот я в Питере вам видел за все время, по-моему, два раза спортивных автомобилей. Два. Я вот вчера потрясал. За все время видел я. Аж куда мной. Да хрена их. Ну, ты до хрена видел. А я только... Даже эти были суррогаты, помните, одно время у Пельтигров было много, куча. А потом они быстренько ауди ТТ их заменило. Ну вот, по-моему... Видишь, когда в чем состоит, что есть прыщавые писатели, которые описывают мир так? Типа Достоевского. Да. Ну, Достоевский сейчас. Я просто имею в виду, что, ой, не получается ли так, что надо как бы заметить, что за феномен такой? Прыщавые писатели. Нет. Я имею в виду феномен зависливых писателей, которые хотят видеть в другом не то, что просто он купил автомобиль, потому что он не ездил. Конечно. Жизнется и все. И все. У него же как бы больше... Это не философия уже. Нет. Ты стал каким-то просто вот успокоенным человеком. Нет. Я просто имею в виду, что... Нет. Он доказывает, что мир не страшен, мир прост. Да, да, да. В нем есть местность и с простому семейному счастью. Да, 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 да. Главное, не так. Суждение, это не так. Я тоже это доказываю, но по-другому. Ну ладно. Да. Да. А как же там, любить это значит два раза бежать и до ночи грачить, ушатопором, любить дрова силой своей играющей. Любить это значит что-то с простым, бессонницей рваной. Это семейное счастье. Ревную копейнику. Его мужа Марья Ивановна считает своим счастьем. Опять же, похоже на того человека, который семейное счастье. Мечта это любви. Он сидит, клавиш. Что такое любви. Какие там страсти. Да, чтобы разобраться, чтобы любить, он берет все... А как же? Как же? Как же Найковский? Как же Найковский-то, а? Как же Найковский-то, а? Как-то не спрашивало, как же там десять лет назад. По-твоему... Как был, так и остался. Да. Потому что, еще раз говорю, что все, если как бы все усмотреть во всем... Нет. Проблема только состоит в том, что все, как бы, все, что является искусственным, как бы, все, что, ну... Искусственным. Все, что, как бы, является означенным, это все некого рода репрессия. Искусственная реальность. Так нет. Самое главное, чтобы ты веришь в какую-то естественность, получается. Вот что. Ты веришь, что есть что-то до... Есть естественность в своей жизни. И само слово естественность, это тоже репрессия, на самом деле. Я верю просто в то, что, как бы, есть некое детечение как бы жизни, там, и всего, да. И нет ничего предписанного. Можно в одну повернуть в сторону, в другую сторону... Никто не заставляет меня. Поэтому и нет персонажей. Кроме штампа-паспорта никаких... И персонажей поэтому нет, понимаешь? Нет, это же муж. Муж. Вот. Ну и... И что это значит? Я веду себя как муж. И что я должен делать? Что должен делать? Ну, быть мужем. Нет, нет, нет. Просто можно быть мужем, а можно быть как мужем. Нет, надо быть просто мужем. Просто? Да просто. Всё, у тебя от всяких раз откроется. Не надо никакой текст писать придумывать. Тем более братья из рекламы. Рекламы из каждого Майбера. Это не состоит то, что я ничему не делаю для того, чтобы соответствовать тому, что я называю сыном. И не надо, и не надо. Вот просто. Поэтому нет персонажей. Нет персонажей. Поэтому ты никому не интересный, описывать тебя никто не хочет. Даже самый фиговый писатель. А вот если бы ты был персонажем, захотел стать, бы стал записывающим. Писатели бы слетели. Стали в мохе. Куча. Да серьезно. Две штуки. Чего? Три штуки. Если бы у меня была спортивная машина, нашелся бы прищавый завистник, который пошел бы и сказал, у меня машины конечно нет. Но у него есть. А он его купил только для того, чтобы передо мной представлять, чтобы я заминал, что в ней. Нет, нет, нет. Тогда я был бы ему интересен, да? Нет, нет, нет. Этому завистнику. Нет, не так. Ты был бы персонажем, слетелись бы писатели, как мухи, скинулись бы, купили тебе спортивные автомобили и заставили разбиться. Скинулись бы. Скинулись бы. Скинулись бы. в 21 веке нет. Это почему? Потому что ты не готов им пожертвовать собственную жизнь. Ну, кстати, да, да. Это же были герои, понимаешь? Персонажи Достоевского, они просто отдавали себя. Герои, да, герои. А если как бы серьезно относиться? На самом деле, есть проблема, действительно, состоящая в том, что есть реальность, а есть как бы наша, как бы, языковая. Есть реальность, как бы, как вы ее назвали-то? Настоящая? Нет, 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 нет. А есть реальность языковая. Болгачья прав, нет ее. Хорошо, хорошо. Он прав. Я и сериальность языковая. И мы, на самом деле, чем дальше, тем все больше и больше разучиваемся и видеть в них в этом разницу. Слушай, ты что сегодня на весь день все время в четойность нас тащишь, а? Ну, сколько можно? Глупая поддержка скажет, что мы не работаем сегодня четойностью. Глупая поддержка скажет, что мы четойностью не работаем. Нет, мы работаем с как? Нет. Если существо человека состоит в том, что он является многосложным, он никогда не может персонажем стать. Даже если он сам хочет это, он все равно не станет. Человек может все! Ну, что бывает. Ну, он может попытаться очень сильно. Ну, все, я помню. В глазах писатель это станет. Писатель же должен как-то описывать. Он что-то описывает. Ну, описывает он не человек. Опять писатель же насилие. Тебе говорят, что человек сам насилие над собой осуществляет. Ты что, не знаешь, что есть мазохисты? Вот, все, это доказанный факт. Все. Поэтому, писатель не виноват. Готы, да? Писатель не виноват. Готы, и как там еще есть? Эмо. Ну, вот все твои представления о жизни ты выставил. Слышь, и всякие, вроде, эти, слышь, которые подражают Толкинду, там, персонажам Толкинду, это все вот это? Похожи на них, Игорь? Че, че? Персонажи, которые подражают. Нет, совсем нет. Они там подражают подражать. Ну, и эльфы там, у нас всякие там эти. Нет, совсем нет. Ну, как нет? Они прочитали текст некий, и ждали, и живут в этой книге. Они же не верят, что они эльфы, понимаешь? Они верят. Когда была перепись, там, какое-то количество эльфов было, там, гномов и прочее. Да, ну, некоторые себя казаками даже объявили. Это было тоже в переписи. Так что они верят. Что, чего, чего вы, что настоящего казака встретили гораздо реже, чем эльфы, сложнее, по-моему. Как эстетика, это приводит просто к фарсу, понимаешь? Там, на самом деле, что... Нет, мы же не говорим о том, что они действительно себя считают персонажами. Да просто, как бы, своего рода, там, это... Такая игра. Да-да-да. А у тебя серьезность здесь есть, наслаждение, у тебя есть страдания, небытие. Как много слов-то, которые... Да-да-да, да. Такая сделка должна быть. То есть, как бы, проблема состоит, что вот к этому самому персонажу, который даже ездит на спортивной машине, надо отнестись со страдательно, то есть понять его осознанный выбор. Ну да, ну, знаешь, это... Осознанный. Всегда осознанный выбор. Слышь, Игорь, опять, как бы, это все, как это называется, так? Уперирует, да? То есть, понять его как трагический персонаж. Собирание субъектов, мы сошли, это что такое? Согласить, что вообще слово. Как тебя можно собрать? Сложно сочинствовать на спортивной машине. Ты собираешь себя вокруг него. Нет, не так. Да, ну так-так-так. Не так. Вот мы сейчас... А ты смотришь свою... Я объясняю никак. Вы смотришь свою историю туда, смотришь и взбирать. И гератин всякое. Нет, и пытаешься оттуда... И ничего оттуда. Себе восстановить. Это как? Хаос всякий. Ага, а ты думаешь, если ты на себя маску наденешь, ты станешь плачетом? Да, потому что ты все лишнее отбрасываешь. Ты начинаешь как бы собира... Ну это же не ты. Ты же надел только маску чужую. Ну так ты-то никто. Ты-то никто. Вот именно то, что... Людей говорят, ты вот тот, кто кем ты... Суть-то всегда, если ты как-то и Хайдеггер вспомнишь, что мне речь идет о подлинности, а не о осуществлении с маской. Подлинность-то у Хайдеггера принять все решения, решимость. Ну, и все. Выбрать этот знак. Нет. Ты не знаешь, какой выбрать, потому что не предначертано это. И невозможно как бы... Но ты должен выбрать, понимаешь? Выбрать одну женщину конкретную. Выбрать конкретную работу. Выбрать то-то, понимаешь? Выбрать один знак, потому что на все тебя не хватает. Понимаешь? Ну и все. Нет, хорошо. Если подлинность у Хайдеггера такова, что... Я, кстати, не очень уверен, что это так. Но решимость, а что у него решимость? Ну тогда как бы я говорю о другой подлинности. То есть самой подлинности, которая сшивает нас, начиная с нашего рождения. С пустотой, да. Подлинность нашей пустоты, она пуста. Нет. В нашей пустоте есть нечто на самом деле. Ничего нет. Ну как так? Ничего. В пустоте, пустота. Странная пустота, а папа или нет? Вот это самый страшный факт, пойми. В пустоте пустота. Видео, этот телефон кричит. А вот там знаки, они все вовне, понимаешь? Вот все вовне. Аутист. Он как бы защищает себя от внешнего мира, вот, чтобы не в торсе он в него, но он защищает пустоту. Ну, хорошо, на самом деле, просто слово пустота, я имею в виду не то, что человек пустота в абсолютном, как пустое пространство. Я имею в виду, что пустота, что он может напоиваться чем угодно. Но в этой пустоте, которой является человек, там что-то есть. Это не та пустота, не абсолютная. И вот в этой пустоте, как бы, можно увидеть вот нечто, то, что можно, как бы, вот это назвать подлинным. Вот он, суть. Взглянуть на свою историю. Не пытаться маски себя примерять, как бы, хотя это тоже процесс какой-то. Оттуда куда даже. И оттуда, как бы, свою историю подтянуть себе. Из утробы матери. Из утробы. В принципе, как бы, ты же можешь себя восстановить, только исходя из своей истории. Нету никакого будущего. Ну, это понятно. Ну, ты же историю тоже, тоже как-то прожил же, как-то. Прожил. Ну, она каждый раз, в зависимости от того, как ты дальше двигаешься, она меняется для тебя. В зависимости от твоего способа и возможности понимания. То есть, ты хочешь, как бы, отнять у нас эту свободу, которую мы только что написали? Я не хочу отнять. Ты можешь и вернуть там. Ты можешь выбрать конкретную женщину, конкретную спортивную машину и прочее. Можешь выбрать. Просто выбор, как бы, я говорю. Можешь, но это не будет подлинностью. Это будет случайностью некого выбора. Случайностью. А я хочу сказать, почему ты выбрал когда-то то-то, 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 почему и... Ты хочешь уничтожить выбор? Я не хочу уничтожить выбор, я хочу вам найти основания. Так нет их! Так есть оно! Я говорю, что человек не пустота, а оно есть это основание. Ладно, я... Это... Безсознательное... Вот, вот, я и хотел сказать, это утрирование будет. Ну, есть... Ну, ладно, что, давай, давай, я хлопну, хлопну, давай. Подожди, подожди. Наведи на меня, я хлопну. Только внешне. Ну, все. Что там много наговорили-то? Там записалось вначале? Ну, сейчас уже 50, наверное, это уже другой фильм. А тот? Не знаю, сколько. Ну, там хоть записалось, сколько? Ну, главное, ну, вот, все, похелилось. Ну, понятно хоть сейчас? Да, все, все, ну... Ну, я так понял, что значит этот персонаж, который авторствовал. Там... В чем именно авторство заключается? Ну, он сам... Понятно. Ну, все, ладно, что сказать. Подожди, написали историю про Колобка. А ты вышел и решил стать Колобком. Я просто состою в том, что ты... Я Колобок, я Колобок! Это что, авторство подумает? Нет. Он думает, это идиотизм. Нет. Понимаешь, это идиотизм. Это оно именно по этому. Я Колобок, я Колобок! А я вот что, идиотизм. Нет, ну, Гулата, можно описать. Нет. Нет, ну, конечно, меня можно описать. И вот, когда я взял. Нет. И вот, вы, вы, вот это, то самое, вот это Колобок. Нет, ну, подожди, Гулат, ну ты действительно не понимаешь. Это идиотизм. Ну, давай объясню, если ты не понимаешь. Вот смотри, нет, какой-нибудь институт-то есть. Там, как бы, один человек решил, что вот, нет, один человек принял на себя персонажа такого большого ученого. Другой принял на себя персонажа, а вот он Фок. А другой смотрит, Фок! Нет. Какал как-то криво. Пришел и сел, и точно так же, как Фок решил покакать. Слушай, сейчас тобой опять займутся. Ну ладно. Сихо-аналитики тобой сейчас опять займутся. Вот они, вот они, вот они. И вот сюда пошла уже дефекация. Смотри, кто на них. И сейчас тебя просто... И вот эти персонажи... И тебя расположены, что сейчас. Они, ну хорошо, тебе объясню. Тебе же было непонятно, да? Вот один персонаж, один, как бы, человек на себя одного персонажа взял. Другой взял на себя другого. Они столкнулись каким-то образом где-то, понимаешь? И вот один себя ведет, как, не знаю, генерал... Один, как Ромаро, как Ромаро. Заткнись. А другой себя ведет, не знаю, как продавец. Вот они столкнулись в магазине. И генерал пришел, как бы, в магазин. И вот за этим наблюдает писатель. И вот они, как бы, являются соавторами. Потому что каждый из них не просто так, как бы, как-то себя ведет, а он ведет себя, как это... Писатель наблюдает, да? Сейчас самый прикол. Да? Ну, конечно. Интересный ученый. Писатель из головы нарисовал, кто такой великий ученый. Нарисовал. Это тот, кто морщит лоб. Да, да, да. Кто правым глазом подмигивает. Да, да. Он выходит, у него там мел, там где-то на рукаве, потому что он построенный тумой. И тот, кто колобок. И тут теперь приходит ФОК. И думает, кто такой ученый? Кто такой ученый? Смотрит какой-то за штат писатель. Ага. Это тот, у кого мел. А ты не замечал, что ученые пытаются быть такими... Не замечал. Я не замечал. Понимаешь? Как бы, вот интересно, у нас разные взгляды. У вас какой-то всегда зависимый взгляд. Вы что-то думаете, что ученый подражает кому-то? Да я думаю, он просто... Нет, бывает, что не подражает. Очень часто не подражает. Ну, невозможно утверждаться. Это как в скверном анекдоте. Ну, не выдержан. Черт. Наукой 20 лет занимаюсь. Давно пора... До Саевского проблемы было. А он не мог быть. А еще интересный момент. Это когда... Ну, нет уже вороги. С какой-то, ну, от необходимостью, ну, грубо говоря, той же самой роли мужа, человек в обыденной жизни, когда не знает, что нужно делать, он перебегает к помощи этой самой роли персонажа и начинает, как бы, играть того мужа, вот, как видел, слышал, читал. Потому что он не знает, что делать, будучи, допустим, ну, это так, да, да, да. Ну, в принципе, мужчина, родился мужчиной, как бы, не знает, что делать, как быть мужчиной. Надо мордой бить, все, пошел, и что такое быть им, да? Да, потому что это не предписано. Как быть неизвестно, что делать, непонятно. Это способ, надо... Избышлен человек стать именем унитяным. Марсианин нам решил стать. Что надо делать, марсианин? Что какие представления о марсианах? Они какие-то делают. Ну, вот, они... А вот такое дело, что если никаких представлений нет, он не сможет так решить. Мне так... Те говорят... Как нет, езжу, представляю. Они, то, по-моему, они есть, на колобе океане. Покрасываются. А так он и покрасывается. Нет, не красник ему. Ну, смотрите, какая же это эстетика-то. Это просто... Я говорю, в больнице, сумасшедший, есть Наполеон, есть Чистос Гресты. Вот сейчас обидно было, да? Вот сейчас пошла такая интересная тенденция в это самое, ну, в кино или в сериалах. Такие, знаете, маргинальные герои, которые там немножечко поехавшие, но профессиональные, какие-то гениальные в определенной области. Ну, как, например, там, не знаю, тоже Шерлот или Доктор Хаус. Вот они такие вот, как бы, с каким-то прибабахом, вот, и в то же время, какие-то там гениальные. Какие распороны. Да. Вот. И такая... На кого они хотят? Я как бы, если имитировать эту самую поедавшись, как безумие. Как бы и гениальность появится. И специально так ведут себя, вот что-то там... Да, они обычный классический персонаж. Обычная гениальность, как бы... Человек решил нарисовать себе гения. Вот он и гения и пишет, как может. Рисовался шар в каком-то, пишет. То есть, вот, откуда возникает текст. Сначала есть классическая литература, а обычная... Нет. Сначала есть, как выражается Игорь, описательная литература, которая создает. Вот этих персонажей просто, как бы, описывает. А потом возникают люди, которые начинают уже... Подражать. Подражать. Да, в этом проблем нет. Ну, я... Мы, когда берем уже нормального человека, обычного, а не тех, которые подражают неким предварительным текстом, то нет никакого текста в нашей жизни. А его нет. Нет, нет. Так тебе и по всей... А от того, что он не подражает... Он просто не подражает, просто живу. Как ты говоришь, что же свое решение сделать... Когда я свет выключаю, ответ готовлю, по улице просто гуляю. Я нету, конечно, никакого текста. Обычный человек. Бывает. Обычный человек. Но бывает, чуваку захотелось относиться самим собой. Относится тем способом... Не, подожди. А ты просто обычный человек самим собой не относишься? Ну, в этом смысле нет. Ну, как нет? Ну, все нормальные люди сами собой относятся, независимо от того... Ну, а вот там еще более интенсивно ты относишься самим собой. Ну, может. Просто рефлектируешь себя дальше. Я говорю, что Наполеон, наверное, сумасшедший от Думина, на Дайполье... Нет, это... Это литература, она же в том числе и записок... Записок сумасшедшего началась. Одно из двух произведений. Это господин Поприщев, которого испанские гранды очень больно бьются палками. Так вот, для господина Поприщева для него ситуации как отсутствуют. Поэтому испанские гранды очень больно бьются палками. Он никогда... Любой вот этот парень на Мерседесе или на чем-либо еще, он в любой момент понимает, что он ведет себя как персонаж, да? Подражает жизни. Парень просто там не подражает жизни, он живет. Он именно испанский король. И он Наполеон, и кто-либо еще. Я робот, или что-либо еще. Поэтому испанские гранды очень больно бьются палками. Они, конечно, это санитары, потому что они бьются палками, но для него они никогда не перестанут быть испанскими. То есть вот этот игровой момент у настоящего сумасшедшего Поприщева он отсутствует. У настоящего Наполеона отсутствует. Да, кстати, да. То есть он не может взять на себя... Это, кстати, тема хорошая. Вот у нас как-то рассказывали, что к нам на кафедру квантовой теории поля, да? Учебный, то есть квантовый шаг. Подожди. Помолчи немножко. Вот приходил чувак, который защищал кандидатскую логопедии. Вот. Он объяснял так, что вот как вот... Ну, то есть его теория строилась на том, что вот есть фазовое пространство, ну, то есть плоскость речевая. Вот. Там я не помню, что там по осям было. Вот. Отложено. Но смысл в том, что там как вот... как диаграмма давления и объем для состояния вещества, там, газообразного, жидкого, твердого. Вот. Три фазы и, собственно, тройная точка, да? Вот. У него точно так же, только фаз было очень много. И вот разные регистры речи, вот, за них отвечали определенные сектора вот этого фазового пространства. И, так сказать, в центре была вот эта не тройная, а множественная точка. Точка курии, да? Точка курии, да, в которой, как бы, в окрестности которой неустойчивое равновесие. И он говорил, что здоровый человек, вот, он находится в окрестности этой точки и он свободно перемещается из одной фазы в другую. Вот. То есть он, как бы, свободно меняет регистры речи. это про заикание, да? Вот. И поэтому никаких проблем не возникает. А вот больной человек, он, как бы, в состоянии смещенном. Он в какую-то фазу туда ушел далеко от этой точки и он не может легко перейти в другую фазу. Он не находится в окрестности этой критической точки. Вот. То же самое с сумасшедшим, да? То есть если ты можешь легко, как бы, примерять все эти персонажи, вот, легко переходить от одного к другому. Нет, ты все как раз понимаешь, что это все очень персонажи настроя, и все. Все как раз понимаешь, что это персонажи. Но это... Попрыщев не понимаешь, что испанский король, для него персонажность. Он не понимает, он реально пытается быть по-испанским королем. Просто реально сошел с ума. И поэтому для него... Когда он смотрит на санитарев, они никогда для него не санитары. Они для него... Обливают его холодной водой, бьются палками, но всегда они для него гранды испанские. Никак не деться. Это важно. Это Гоголь с этого самого... С этого различия начал делать литературу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!